МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости. В студии Анастасия Евстафьева в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эхо войны. То, что нашли, это хорошо. Тут просмотрим, дети гуляют, это все могло бы. Городской парк был закрыт сегодня из-за опасной находки. Сами зажгли, сами потушили. Научение показывают им, что нужно делать с такими участками. На границе двух районов отработали слаженность действий при пожаре в лесу. Такая любовь к родине. Песня очень сильная, песня очень эмоциональная, очень непонименная такая, которая берет за душу. Конкурс настоящих патриотов прошел в молодежном центре. Снаряд, вероятно, времен войны, был обнаружен сегодня в самом центре Красногорска. В многолюдном городском парке во время работ по благоустройству в земле рабочие откопали настоящую мину. Подробности далее. Монтаж мангальных домиков вдоль пруда в городском парке обернулся раскопками в духе поисковых отрядов. Подрядная организация уже установила сами конструкции и стала прокладывать от них цивилизованные дорожки. Тут и попалась под лопату настоящая мина. В процессе работ, когда проводились раскопки, тут сантиметров на 30-40 был скрыт грунт, там траншир. Один из моих рабочих, он бригадир в данном случае, увидел вот этот мерзовавший снаряд, ну, это мина была. Естественно, рядом находились охранники, вызвали охранников. То, что нашли, это хорошо. Просмотрим. Все-то тут дети гуляют, все могло быть. Это лежал со времен войны. Вот так вот. Вы испугались? Честно говоря, нет. Вот как-то спокойно, отреагировали, даже руками взяли, хотя не лучше бы, конечно, варианты. Отчаянные строители донесли снаряд до «Зеленого театра», который оперативно оцепили сотрудники полиции и кинологи. После обследования артефакта собакой выяснилось, что внутри все еще находится взрывчатка. Несмотря на ветхость снаряда, он до сих пор представляет угрозу. Сейчас саперы приедут, разоберут ее, а потом уже… А территорию будут прочесывать? Вообще надо обследовать, посмотреть. Специалисты определили находку как 55-миллиметровый минометный снаряд, чьего он производства, сложно сказать, из-за ржавчины, которая стирает любые следы. В целях безопасности была оперативно перекрыта часть Красногорского парка по одну сторону от пруда. Место результативных раскопок оцепили сигнальными лентами сразу же. Территория сейчас будет обследоваться на предмет, может быть наличие еще подобного рода элементов. Собственно говоря, все силы и средства сейчас работают в штатном режиме по обследованию данной территории и по утилизации. Несмотря на то, что самих военных действий, как таковых в 41-45-х годах в Красногорске не было, снаряды тех времен периодически находят. Так, в феврале этого года, как раз в День защитника Отечества, местные жители обнаружили боеприпас в лесу близ Изумрудных холмов. Попадал в сводки и городской парк. Периодически бывают, в том числе в прошлом году здесь также на территории парка был найден минометный тоже снаряд времен войны. Тоже был не разорвавшийся? Ну, там он уже был как бы разложившийся. То есть конструктивно выглядел уже без наличия тех элементов, которые могли бы стать причиной взрыва. Обнаруженный сегодня снаряд специалисты подразделения Министерства обороны вывезли на полигон, где он будет взорван. Подготовить домики для барбекю должны были к 1 мая. Однако процесс, видимо, затянется. Безопасность прежде всего. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об отмене прямых выборов глав районов, глав городских округов, а также выборов в районные советы депутатов. Соответствующее решение было принято на заседание областного парламента. Ранее такие правила голосования действовали выборочно в некоторых муниципалитетах. Согласно документу, главы муниципальных районов и городских округов теперь в едином порядке будут избираться местным советом депутатов. При этом кандидатов представляет специальная конкурсная комиссия. В свою очередь, советы депутатов районов будут формироваться из глав поселений, входящих в состав района, и из депутатов поселений. Городские и сельские главы будут выбираться в зависимости от устава муниципалитета, либо в ходе народного голосования, либо советами депутатов из своего числа. В Государственной Думе Комитет по земельным отношениям и строительству провел парламентские слушания на тему регионального развития и комфортная среда проживания граждан как основы градостроительной политики. В частности, депутаты рассмотрели вопрос об установке для всех регионов и муниципалитетов единых правил жилой застройки. Обеспечение новых районов социальной инженерной инфраструктуры и с акцентом на транспортную пропускную способность территории по мнению парламентариев стоит более четко прописать в законодательстве. Сегодня приоритет при планировке зачастую отдается количеству жилых квадратных метров, а не организации комфортной среды проживания. В частности, Мартин Шакум отметил, цитата, «пришло время в строительстве жилья от количества переходить к качеству. Надо создавать общественные пространства, обеспечивать жителям необходимой социальной инфраструктурой, школами, детсадами, поликлиниками. Нам нужны не только квадратные метры любой ценой, но и красивые, удобные для жизни кварталы и микрорайоны, чьи архитектура и через десятки лет будет вызывать восхищение у наших граждан». В то же время Мартин Шакум отметил, что в отдельных регионах при застройке уже учитывается необходимость создавать комфортную среду для проживания. Как пример, он привел положительный опыт Подмосковья. «Московская область, наверное, одна из первых, один из первых регионов, который повернулся именно в эту сторону, в сторону создания комфортной среды для проживания граждан. Как не тяжело это было. Это столкнулось, естественно, с интересами бизнеса, которому нужно больше квадратных метров. Но задача власти, конечно, безусловно, переручить эти интересы граждан и нахождение какого-то консенсуса между интересами бизнеса и интересами граждан». Главное управление архитектурой и градостроительством Подмосковья ввело точные нормы этажности жилых домов. Эти меры должны привести к сохранению культурного облика исторических городов области, сообщил зампред областного правительства Герман Елянюшкин. Высотки до 17 этажей разрешается строить только в 5-15 километрах от МКАД. В крупных городах, конечно, нелогично строить трех-четырехэтажные здания, но есть немало населенных пунктов, в которых многоэтажное строительство совершенно не обосновано, уверен Герман Елянюшкин. На допустимую высотность также повлияет количество проживающих на территории жителей. В поселениях с тысячей и меньше человек допускается строить трехэтажные здания. Если в населенном пункте проживает до 100 тысяч человек, то можно строить девятиэтажки. В городах с населением более 100 тысяч жителей разрешают возводить максимально высокие дома. Исключение из правил допускается только в чрезвычайных обстоятельствах. Например, при расселении ветхого и аварийного фонда заключили в правительстве. Лесной пожар сегодня тушили на границе Истринского и Красногорского районов. В Рождественском лесничестве костры развели сами огнеборцы, чтобы провести тактические учения. Как все прошло, узнавала наша съемочная группа. По сценарию учений в 43-м квартале Рождественского лесничества нерадивые отдыхающие оставили непотушенные костры. В зоне условной опасности оказались полторы тысячи человек, сразу шести деревень. Михалково, Бузланово, Желябино, Собурово, Степановского и Александровки. Пограничная зона двух районов, Истринского и Красногорского, была выбрана специально, чтобы административные барьеры в случае реальной угрозы не помешали спасать жизни. Данное учение показывает, что нужно делать с такими участками пожароопасными, наиболее пожароопасный период. Здесь отработаны взаимодействия между администрациями поселений, организацией прохождения информации между системой 112 и ДДС Красногорского муниципального района, лесным хозяйством, дежурными диспетчерскими службами и местным пожарно-спасательным гарнизоном. Первыми на место пожара приехали машины лесной охраны. Лесхоз сегодня имеет в своем арсенале автомобили, оборудованные всем необходимым для оперативной остановки огня малыми силами. В ожидании вооруженных до зубов спецтехникой спасателей лесники смогут сдерживать пламя. Это малый патрульный комплекс, укомплектованный мелким противопожарным инвентарем, укомплектован емкостью с водой, емкостью 800 литров, объемом 800 литров, мелким противопожарным инвентарем, представленным лопатами, бензопилой, ранцевыми огнетушителями для локализации мелкого пожара или низового пожара. Чтобы пламя не перебросилось на кроны деревьев, и для той же локализации пожара подоспелый трактор с плугом. Задача – сделать опашку вокруг возгорания. Этот проверенный метод используется по весне и для профилактики во всем лесном фонде. Красногорский район относительно спокойно переживает пожароопасные сезоны. Однако большие площади лесов нужно держать под контролем. В прошлом году было зафиксировано два природных пожара. По 2014 год у нас не было ни одного природных пожара в целом. Статистика показывает, что один весной пожар на Красногорский район приходится. Справиться с таким возгоранием, по идее, могли бы и службы Центр лесхоза, и Мособл леса самостоятельно. Однако для отработки действий были привлечены силы и средства двух гарнизонов пожарной охраны – Истринского и Красногорского. В общей сложности в учениях приняли участие более ста человек. Автоцистерны, водовозы и мотопомпы. На ликвидацию этого лесного пожара прибыло почти 40 единиц техники. Конечно, пожар был потушен, в огне никто не пострадал. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Глава Красногорского района Михаил Супунов вновь проехал на общественном транспорте. На этот раз был выбран маршрут от деревни Нефедево до платформы Красногорская. В преддверии поездки Михаил Васильевич почтил память героев инженерных войск и МОСЭНЕРГО в деревне Нефедево. В 7.16 глава района сел в 29-й автобус. По карте «Стрелка» билет обошелся в 38 рублей. В 7.38 на Чеховской электричке Супунов доехал до Красногорской. Время в пути составило 11 минут. Стоимость проезда 20 рублей 50 копеек. Давки не было, стоячих пассажиров практически тоже отметил руководитель района. А вот благоустройство на самой станции и вокруг нее не порадовало. «Меня тут не ждали, вокруг грязь, большая очередь за билетами», сообщил в соцсетях Михаил Васильевич. Завтра в поликлинике КГБ номер один день субботней диспансеризации. Анкеты, необходимые для прохождения первого этапа обследования, можно скачать на сайте больницы. Заполнив бланк дома, можно сэкономить время, проведенное в лечебном учреждении. В ходе такого комплексного профилактического осмотра предусмотрен особый подход с учетом пола и возраста. Диспансеризация бесплатна для обладателей полиса ОМС. Это реальная возможность проверить свое здоровье, своевременно выявить факторы риска, уберечь себя от развития хронических заболеваний, а также выявить болезнь на ранней стадии и приступить к лечению. В апреле Красногорской стоматологической поликлинике имени Людмилы Смуровой исполнилось 26 лет. 20 из них в учреждении внедрена и развивается дентальная имплантация. Об этом сообщила в своем инстаграм министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова. Около 3,5 тысяч пациентов получили высококвалифицированную помощь, заключила она. 16 апреля в Красногорской стоматологии пройдет день открытых дверей для жителей области по выявлению онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта. Мероприятие проводится в рамках программы ранней диагностики и профилактики путем скрининг-тестирования. Любовью к родине душа под таким названием в молодежном центре состоялся традиционный конкурс патриотической песни. В вокальном состязании выступали как солисты, так и ансамбли не только районных школ, но и досуговых учреждений и клубов. О чем поет молодежь, узнавала Валентина Титова. Многие песни группы Любе можно отнести к категории патриотические, но именно это больше всего пришлось по душе не только самим исполнителям, но и зрителям. Ансамбль «Четыре четверти» из Нахабина выступил в номинации «Наследники победы». Музыкальный марафон каждый год запоминается яркими и трогательными номерами. Десятый не стал исключением. А пожелать хочу вам, конечно, чистого, мирного неба. Наверное, спокойствия, добра и всего самого доброго. Ну и, конечно, быть победителем, наверное, сильнейшим. Предложили молодым людям, которым от 14 до 30 лет, вспомнить не только произведения о войне, доблести и чувстве долга, но и те, где воспевают малую родину. Исполнять патриотические песни и эстрадные – это не одно и то же, в один голос говорят конкурсанты. Не прочувствовав слова и музыку, передать настроение и сделать номер ярким и эмоциональным не получится. «Я не первый год участвую в подобных мероприятиях. Прежде всего, как от школы, у нас есть музей, и от него я часто выступал как в песенах, так и со стихотворениями мероприятий. Но хочу заметить, что в этом году, как вот прошлый этап – это конкурс в Апалихе, так и вот здесь – очень высокий уровень исполнителей». Репертуар, конечно, получился разнообразным. Даже уже ставшие популярными песни в исполнении ребят звучали как минимум свежо. «Это просто война, это просто разлука, это просто беда, что на землю пришла, это просто судьба, злая долг, ляг и наука, это просто война, что мальчишка нашла, это просто война». «Песню мы с педагогом по вокалу, по музыке выбирали очень долго. Она даже более года там лежала у нас на флешечке, куда же, как спеть, вот и тут поулыбнулась возможность спеть ее, она очень пронзительная, душевная». Конкурс «Любовью к родине дыша» с годами не теряет своей актуальности, говорят организаторы. Дефицитов, желающих продемонстрировать свои вокальные таланты, нет. Причем в гонку за победу с удовольствием включаются не только школьники. Слесарь-сборщик КМЗ Дмитрий Роживин – активный участник заводской самодеятельности. В этот день для своего выступления он выбрал песню Григория Лепса. «Песню выбрали, постарались отталкиваться от того, чтобы не была банальная песня, потому что песню редко кто слышал, и я в первую очередь сам ее первый раз услышал, не слышал ее до этого. Песня очень сильная, песня очень эмоциональная, очень проникновенная, которая берет за душу». Конкурс будет иметь продолжение. Лучшие номера включат в концертные программы, посвященные главному майскому празднику – Дню Победы. Валентина Титова, Никита Рощин, Мариана Быстрова, КРТВ. 16 апреля движение «Раздельный сбор» проводит масштабную акцию по приему электролома. Адрес в Красногорске, улица Вокзальная, дом 19В. Время работы пункта с 14.00 до 15.00. Как известно, техника содержит в себе опасные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий, поливинилхлорид. При попадании в окружающую среду они оказывают на нее негативное воздействие. Переработка позволит это воздействие сократить. К тому же электрохламу можно дать вторую жизнь. Все собранные в ходе акции отходы будут гарантированно вывезены на переработку на завод «Петромакс». Принимаются бытовая и оргтехника, электроника, картриджи от принтеров, CD и DVD-диски, батарейки, кастрюли, сковородки. Ограничения принимаемого только по размеру. Технику габаритов стиральной машины и крупнее не примут. И о погоде в завершении выпуска. Заморозки по ночам и дожди, обещают нам синоптики. Только в субботу, правда, на воскресенье прогноз более жизнерадостный. 16 апреля гидрометцентр прогнозирует до 6 тепла днем, около 3 к вечеру, возможны осадки. 17 апреля будет солнечно и до плюс 11. На этом у меня все интересных тем для сюжетов. Мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Вставьева. Хороших вам выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова